всем привет друзья новый контракт подписан сейчас мы в дороге подъезжаем к аэропорту бухарест в румынии ждет нас перелет на роттердам наше судно уже стоит ждет перелет хороший прямой 4 часа и мы там сразу на судно принимать дела никогда здесь не был в первый раз в аэропорту бухареста небольшой чистенький аккуратненький столичный идем на чекин прошли формальности уже распечатали билеты отдали багаж стоит наш самолет romanian airlines витает дух рождества царит новогоднее настроение времени на покупки у нас нету едем мы на работу они в отпуск симпатичная рамка специальные предложения рождественские распродажи мирная жизнь так гейт свой нашли началась посадка в рюкзачок на плечо и в самолет чудеса монтажа и мы уже в аэропорту роттердама идем искать агента который нас уже ждет и начинаем свой путь агента нашли пришлось его правда вызванивать по телефону не нашли мы митинг-поинт проливной дождь не погуляешь и едем в иммигрейшем сменили транспорт дальше уже будем ехать на лодке занимательное путешествие займет у нас минут 15 как я понял судно стоит на долфинах не у причала выгружаться они еще не начинали из-за дождя груз у нас должен быть соевая мука но об этом уже расспросим старпома с капитаном видео будет долгим будем принимать дела менять экипаж заканчивать выгрузку ну и буду делиться с вами своими впечатлениями так что обязательно досмотрите до конца поднялись на борт все уже спят вот временно заселяемся в свободную каюту неплохая пароход корейской постройки приятная цветовая гамма чистенько уютненько прекрасный вид ночной порт роттердама и море утро доброе так извините конечно за беспорядок в каюте принимаем банные процедуры и идем принимать дела уже началась выгрузка значит у нас уже времени осталось не так уж и много пошли на мостик знакомиться поднялись на навигационный мостик с утра нас ждали сюрпризы приехал порт-контроль флаг инспекция еще ожидается класс прекрасное утро дождь прошел солнце светит но не греет на этом причале еще в роттердаме не стоял причалом это назвать можно конечно относительно здесь элеваторы выгружаем и соевую муку тоже кто-то что-то выгружает вид реки паром и красота я так понимаю к нам попасть можно только на лодке сразу говорю визитеров нас здесь ожидают очень много приедут с офиса проверки познакомиться стоянка обещает быть напряженной я так понимаю уже что-то нашли нужно срочно устранить причину недовольства инспектора правильно пока все нравится на палубе конечно еще не был но надстройка мостик приятные плавучим краном выгружать на барже нас будут еще долго обещают дней пять стоянку не знаю хорошо это или нет с одной стороны получим хорошую провизию снабжение но вот с другой стороны приедут к нам очень много посетителей хороших и не очень ну что начнем прогулку по палубе знакомиться с пароходом выгружают нас первый трюм кинули уже бальдозер все-таки не так удобно им выгружать плавучим краном еще и на барже рабочий процесс выглядит вот так на плавучем кране барже конечно у них но вернее это даже не барже то это небольшие костеры все новенькие хорошие чистые аккуратные на некоторых стоят машины личный автотранспорт и так далее дошел до ближайшего порта и обратно домой своим ходом иногда даже посещают мысли перейти на костер не уверен конечно что возьмут конец рабочего дня темнеет у нас рано конец ноября пустой мостик навигационный все визитеры и посетители уже покинули нас поехали в отель с ночевкой приедут завтра утром продолжим знакомство мостик неплохой довольно обширный как для этого класса судов корейские суда строятся с прицелом под экипаж не всегда конечно на японцах конечно поскучнее наше рабочее пространство кипа бумаг папок бардак но это поправимо здесь у нас небольшой офисный кабинетик радиорум так и живем работаем второй помощник капитана уже готовит план перехода на следующий порт магия ночного порта уже перешли на четвертый трюм выгружают день и ночь без устали но медленно где-то 500 тонн в час у нас груза 48000 осталось так что еще постоим ознакомимся с судном познакомимся с экипажем пройдем проверки получим провизию снабжения ну а дальше будем смотреть продолжаем знакомиться с судном погода прекрасная ночь закончили лить дожди возобновили выгрузку выгружают нас дружелюбным гигантом цветах украинского флага уже заканчивают очередную баржу работают не спеша safety first за рабочий день напился кофе дела я еще не принял у нас еще есть несколько дней стоянка долго решил походить по палубе сейчас находимся на передней швартовой на полубаке любуемся огнями ночного порта есть в этом своя магия тихо спокойно никакой суеты как в китайских портах красота главное не забывать смотреть себе под ноги а то во время таких вечерних параголок можно растянуться на палубе и испортить себе начало контракта переступим канат главное не навернуться пойдем посмотрим на баржу я уже отсюда вижу там стоит личный автотранспорт как говорится с корабля на балл отработал смену поехал домой нам бы тоже не помешало имеем что имеем жаловаться не приходится каждый занят своим делом уже подготавливают следующий отсек на барже под погрузку у нас в трюмах два разных вида груза соевая мука и как это правильно перевести спрессованные гранулы семочки подсолнуха жмых наверное так ладно пойдем дальше судно выглядит неплохо но не хватает времени на мейтенанс переходы короткие погода тоже к зиме и поздней осенью не радует еще на утро обещают две баржи со снабжением краска запчасти химия для замывки трюмов будет очень весело человек который мусор под сдачу его у нас очень много накопилось за океанские переходы хлама конечно накопилось на судне прилично сожалению прошли уже времена когда можно было сдавать весь мусор с выгодой для экипажа канаты веревочные лестницы сладче так далее отработанную химию что поделать сейчас хорошая возможность от этого всего избавиться будут подходить баржи которые оборудованы еще персональными подъемниками кранами облегчит задачу наших ребят на палубе с нетерпением все ждут свежую провизию фрукты овощи печеньки сладости и другие маленькие радости которых на судне и так не очень много но не будем о грустном идем наверх и с добрым утром друзья у нас новый день но все также продолжается выгрузка уже перешли на седьмой трюм поднялись на мостик встречать рассвет выпить первую кружечку кофе прекрасная погода утренняя дымка практически чистое небо утренние паромы курсируют в порту роттердама вот ради таких моментов и видов совсем не хочется менять свою работу на офис но тут есть одно но нужно быть выспавшимся и в хорошем настроении иначе вся эйфория очень быстро сходит на нет но идем дальше половина рабочего дня закончилась почти приняли уже дела но есть время еще походить пошариться по палубе закончили уже выгрузку первого трюма погода портится уже собираются дождевые тучи но нас как-то осадки обходят стороной выгрузка продолжается и нужно будет уже отправлять ботсмана с командой на зачистку трюма времени совсем нету нам еще предстоит пройти зон стрейт пролив между Данией и Швецией а там матросы будут стоять круглосуточно на руле на вахте так что количество рабочих рук у нас очень резко сокращается учитывая еще погодные условия у нас начало декабря здесь погода неплохая а вот что ожидает нас в Балтике это большой вопрос но давайте не будем о грустном посмотрите какие краски рассветы, закаты чему еще остается радоваться в начале контракта учитывая что наш повар мягко говоря не очень опа засада придется прервать их ужин надеюсь не обидится но нам надо идти дальше куча ржавой гидравлики на палубе все менять в четвертом у нас уже началась зачистка от остатков груза сейчас посмотрим так главное не споткнуться и не упасть в трюм будет обидно я еще не заработал и телефон жалко не так как себя конечно вот такие пироги работать и работать так на новый год у нас без подарков никто не останется накидали нам промышленной химии запчастей вон уже елочные игрушки висят третий помощник развлекается как умеет но если серьезно то необходимо до отхода поменять все светоотражающие ленты на шлюпки уронил каску разбийник ну вот и все приняли дела взвалили на себя бремя власти и ответственности предыдущий стропом ушел в каюту на заслуженный отпуск и отдых а нас сейчас ждет швартовка к другому терминалу будем заканчивать разгрузочные работы уже у более мелководного причала пойдем готовиться к отходу и за очередной чашкой кофе ночная романтическая обстановка маневры уже полтора часа прошло с момента отшвартовки ожидали мы судно которое покидает этот причал дрейфовали никто никуда не спешит safety first на баке и на корме ребята уже замерзли все начало декабря как никак как мы хотели дальше только больше подаются первые швартовые последние штрихи в заводе мы надеваем последние швартовые кормовые и будем продолжать выгрузку наверное глупо надеяться что они остановятся и будет перерыв думаю покой нам только снится еще осталось два дня возможно быстрее будем надеяться на лучшее потому что неделю стоять под выгрузкой в порту так себе удовольствие учитывая количество снабжения и визитеров которые пришли с проверками хочется перехода переход у нас будет четыре дня как я говорил на нем отдохнуть тоже не получится вот интересно куда мы дальше пойдем порт погрузки у нас известен а вот выгружаться но я думаю тоже в европе отходят паромы еще и поменяли провайдера предоставляющего услуги спутниковой связи теперь старую антенну нужно будет сдать на берег новую уже поставили дополнительная головная боль утром утро доброе традиционный обход по палубе разминаем ножки облачно похолодало как-то резко до этого были такие прекрасные солнечные дни уже заканчивают выгрузку завтра уже отход добивают последние трюма мы уже начали зачистку очередного трюма столовая для голубей чаек мне не жалко главное чтоб не потравились груз вроде не фумигировали поэтому надежда остается на их беспечное долгое и счастливое будущее вы уж простите что говорю сумбурно несколько суток уже нормально не спал надо еще смотреть под ноги чтобы не убиться на палубе ну а сейчас у нас стоит задача собрать и поднять остатки груза чтобы максимально себе облегчить задачу по замывке и подготовке трюмов под последующую погрузку еще и переход у нас вблизи берегов не всегда будет возможность смыть за борт остатки груза поэтому нужно максимально эффективно использовать время которое у нас сейчас есть в порту опасно справился матрос у нас зачищает австралийскую лестницу спиральную не очень спешит но его можно понять все уже очень устали даже чайки сколько ж можно жрать не низко летают не знаю к чему это к дождю или к снегу не знаю что лучше так 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 подходит к нам уже катер скорее всего сейчас будет забирать самых счастливых людей которые уже отработали контракт и едут домой но мы наконец-то переедем в свою законную каюту которая будет нашим домом на последующие 3-4 месяца довольно просторная просторный офис заведование как у буратино одни золотые ключики вид у нас не меняется хоть что-то в этом мире стабильно так оставил ли нам что-то не густо ну хотя бы минералка есть продолжим экскурсию вот это новость а мессмен то у нас волшебник удивил ну каюта большая хоть какие-то плюсы в пароходах корейской постройки вещей у меня немного две майки три носка думаю все поместится ну как-то так и дальше работать не хочется но надо нет ну не может быть у нас без происшествий без приключений час остался до окончания выгрузки уже начали готовить судно к отходу позвали накосячили в трюме сейчас покажу вам сейчас подождем подходить не хочу с моей удачей в казино я не выигрывал и думаю не выиграю а по голове грабом получить тоже не хочется ну и дурной пример всегда заразителен требовать от матросов того чего не выполняешь сам не самая хорошая практика сейчас посмотрим ну осталось десяток грабов ну и вот вишенка на торте отломанная решетка с корнями еще пришли и спрашивают а вы сможете починить силами экипажа конечно сможем говорю мы же каждый день перед завтраком варим пятиметровые решетки на высоте десяти метров в закрытых трюмах на четырехдневном переходе сарказм он мой не понял ну вот и подходит к концу наша стоянка в порту Роттердама заканчивается уже выгрузка осталось несколько грабов судно уже готово к отходу и вот так начинается мой новый контракт видео получилось нетипично долгим напишите обязательно в комментариях заходит ли вам такой формат да и вообще пишите любые мысли постараюсь всем ответить ну и будем понемножку выходить из творческого кризиса осталось еще несколько минут лоцман задерживается как раз будет время переодеться выпить чай кофе в каюте матросы закрывают уже крышки трюмов делаем последние фотографии ну и вы не забывайте подписаться на канал оценить это видео если оно вам понравилось оставить комментарий а мы сделаем чай и пойдем на мостик нас ждут маневры второй и третий помощник уже пошли на швыртовые станции судно готово к отходу механики уже за постом управления все все судовое оборудование готово уже подошли буксиры ожидаем только лоцмана ну а он к нам не спешит ну роттердампорт загруженный судов очень много возможно задержки поднимается уже сильный ветер погода погода нас ожидает не самое благоприятное но это северная полушария зимой а как вы хотели мысли уже путаются пора бы уже и поспать магия монтажа наконец мы вышли с канала сдали лоцмана на переходе не могу сказать что на океанском но тоже приятно сейчас вам покажу маршрут на экдисе на электронных картах сейчас уже скоро будем подходить к побережью Дании и вот она Эстония наш конечный пункт назначения порт Муга никогда там не был все когда-то случается в первый раз вот такая у нас погода предштормовая поднялся уже сильный ветер волна включили прожектора освещение пока не сильно качает открыли трюма начали уже замывку времени совсем нету придется нам всем поднапрячься работать до 10 вечера времени просто катастрофически не хватает но надеюсь у нас все получится но об этом мы уже узнаем совсем скоро осталось 3 с половиной дня до прихода еще впереди ждут нас навигационные вахты проход пролива с лацманами это уже у нас будет завтра покой покой нам только снится уже 10 часов вечера мы все еще продолжаем замывку палубы героические усилия ну а вам спасибо огромное что осилили досмотрели видео до конца если оно вам понравилось не забывайте его оценить подписаться на канал и до новых встреч пока пока